Всем привет! Продолжаем проходить игру New Beginner Final Cut. Новое начало, последняя редакция. Как-то так. Играем за Бентом. Бентом с Венсоном. Степлер для запечатывания ящиков. Ну и хорошо. Бери. Это наверняка не поможет нам добраться до электростанции. Кажется, ему хорошо. Здравствуйте. Привет. Вы же тут с теми самыми, да? Вы про кого? Ну, с новыми техниками для АЭС. Ну, такая худощавая женщина с пучком волос. Истеричный, здоровяк и тип, похожий на вас, только с правильной осанкой. Ах, вон оно что. Да, я с ними. Так я и думал. Чем я могу помочь? Простите, кончился. А новая партия прибудет только вечером. Нет кофе? В Южной Америке? Похоже, мы где-то не там свернули. Нет, свернули вы правильно. Просто приехали не в то время. До вчерашнего дня мой пар круглые сутки семь дней в неделю осаждали рабочие с АЭС. Какой-то ученый совет в Норвегии пригрозил одним махом лишить их всех работы. Что-то там с какими-то водорослями связано. Не знаю точно. В любом случае, нет больше пива, нет крепкого алкоголя и кофе тоже кончился. А настроение между тем поднялось? Ага. Похоже, эти водоросли вместе с их изобретателем взлетели на воздух. Совет отозвал свою угрозу. Рабочие снова счастливы. Рабочие места в безопасности. Единственные страдались теперь это вы. Но, как уже было сказано, самое позднее, сегодня вечером вы получите свой кофе. Как проще всего добраться до электростанции? О, это быстро. Всего две мили вниз по течению. Если я сообщу мисс Буэнди на АЭС, она немедленно вышлет за вами катер. Вы только скажите мне, как вас зовут, и я доложу о вашем прибытии. Спасибо. Очень мило, но мы как-нибудь сами справимся. Вы же знаете, что к АЭС можно попасть только по реке, да? На суше стоят заборы под напряжением, а охрана стреляет во все, что движется. Индес с радостью вышлет за вами катер, когда узнает, что вы здесь. В этом я ни секунды не сомневаюсь. Ну нет, спасибо. А здесь уже нет ни одного катера. Только патрульный катер Хорхе и Бенисио. Они весь день ждут механика, которая отремонтирует им эту посудину. Мисс Буэнди в курсе, но пока никого нет. Но вам, наверное, все равно. Но пользоваться катером могут только сотрудники службы безопасности. А что не так с катером? Да что с ним может быть не так? Поломался. Хорхе ждет механика, а Бенисио проводит время с вашими друзьями. Но, как я уже говорил, вам на этом катере все равно ехать нельзя. А зачем тут посреди джунглей бар стоит? Бар — это часть речного порта. По вечерам с электростанции приходят рабочие и отдыхают. Электростанция повышает качество жизни в стране, а я на электростанции. Я важная шишка. Я бы даже сказал, что электростанция отравляет планету, а вы — жизни ее работников. Яда для всех более чем достаточно. Не знаю. Это мнение создателя игры может не совпадать с моим, потому что я не уверен, что электростанции отравляют планету. Может, это все истерика этих зеленых. Поэтому просто предлагаю зрителям смотреть на это довольно-таки скептически. Вот. А бар тоже является собственностью Индес Индестрис? Вся долина является собственностью Индес Индестрис. На пути сюда вы наверняка проходили контроль. Контроль? С проверкой паспорта и так далее? Ну да, само собой, по полной программе. Если хотите обойти контроль, вам придется ломиться через заминированное поле, как последнему безумцу. Как безумцу, значит. Как поймали дурака, стали мять ему бока. Больше мне ничего не нужно. Спасибо. Ладно. Что это за звуки сейчас были такие? А, вот, наверное, Дев пьяный. Псс. Бэн. Я... У нас с Чувом есть план. И в чем он заключается? Мы напоим охранника, пока он под стол не свалится. И украдем его вещи. Господа, следующий раунд. Добровольцы вперед. Моя очередь, моя очередь. Я... У меня хорошее предчувствие. Ну хорошо. Какая масть? Эм... Пейте. Верно. Ох, наконец-то. Пить. Пить. Я бы с радостью, но боюсь, все пиво кончилось. Отличный план. Если бы у нас было пиво... Похоже, они сами напились быстрее, чем охранник. Какая безвкусица. Ну да ладно. Какая бы мусор в лес не выкидывают. Ага. Позади была дыра. Можно посмотреть, что с другой стороны. Ну так смотри. Можно пос... Два сердца. Бок о бок. Мете наверняка бы понравилось. Колониальный китч из джунглей. Странно. Снаружи на церковь совсем не похожа. Странно. При таком освещении у меня глаза горят. Можно мне позвонить? Конечно. Если дадите мне подходящую монетку. Эй, это не бесплатно. А сколько вы хотите? Покажите, сколько у вас есть, а там посмотрим. А ничего нет. Удивительно, но они живут без денег. К счастью, владелец вертолетной площадки продает и автомобили. Вертолет Индес наверняка бы сбил. Это досталось нам вместе с джипом. Наконец-то, приличный инструмент. Он куда легче, чем я думал. Нет сигнала. Это просто хлам. Немного непрочно. Если я вот тут немного нажму, а там немного согну, эта штука отломится и окажется у меня в кармане. Глядей. А я тут навыкался. Мы находимся посреди бразильских джунглей, рядом с атомной электростанцией, а твой сэй выпивается с охранниками. Круто, да? Нет, это совершенно не круто. Но я пришел сюда не для того, чтобы лаяться с тобой. А зачем тогда? Ну это... Дюв, мне очень жаль. Я был не очень хорошим отцом. И я облажался. Ну ладно, можешь пить дальше. Это все, что я хотел сказать. Бен? Что? Ну давай сначала спасем мир, а потом разберемся с нашими отношениями. Я предпочитаю сначала разобраться с мелкими делами, а потом заниматься крупными. Да, конечно. Береги себя, Дюв. И ты. И много не пей, слышишь? Ну вот. Испортил такое замечательное прощание. Да я так просто. Сотрудник службы безопасности Индеса. В принципе, он выглядит довольно безобидно, но вот этот дикий блеск в его глазах. Тост за Бента Свенсона. Тост за... Кто такой Бент Свенсон? Сумасшедший ученый и экотеррорист. Почти оставил меня без работы, старый безумец. Четвертовать и повезить. Вот что я скажу. Не только ты, Ларс, не только ты. Что я могу для тебя сделать, чужак? Расскажите мне про этого Свенсона. Да что тут рассказывать? Растрепанные седые волосы, усы, постоянно расхаживает в лабораторном халате и невнятная речь. В общем, забавный малый. Чисто ученый из анекдота. А почему он тогда такой опасный? Да тут выяснилось, что он играет в доктора Франкенштейна с какой-то травой. Хотел подмять под себя энергетический рынок и выбить Индеса из бизнеса. Мерзкий тип. И у него есть сын. Дюф. Он очень опасный. Дюф? Никогда не слышал. Может быть, Бен Свенсен не такой уж и плохой парень. Не дай ему обмануть тебя своим внешним видом. Это энергетический империалист самого мерзкого пошиба. Может быть, его энергия лучше для окружающей среды, чем энергия Индес Индустрис. Это в чистом виде империалистическая пропаганда. Эти самозваные улучшатели мира просто хотят уничтожить наш рынок. Вот что я вам скажу. Если бы все было так, как они хотят, не было бы никаких частных армий. И тогда я бы остался без работы. Ну, давай нарисуем на стене пугало и будем его бояться. Верно. Бен Свенсен мертв. Тема закрыта. Ой, похоже, не так сильно пьяный, как все остальные. Удача. Чистая удача. Всем остальным приходится угадывать, карту какой масти я вытаскиваю. До сих пор они угадывали примерно один раз из четырех. Очевидно же, фортуна на моей стороне. Видимо, она изучала теорию вероятностей. Вы не играете? Нет. Я только смотрю на карты. Пиво кончилось, а без пива мы не играем. Хорошо. Вы и так уже достаточно выпили. А нет? Да. А я нет. Мы тебя еще сделаем. Вот увидишь. Как? Без пива? Вы работаете на АЭС? Здесь все работают на АЭС. У меня была смена у восточных ворот, и сейчас я хочу только добраться до койки и заснуть. Но? Но наш катер сломался, а механика все нет и нет. И все было бы не так плохо, если бы я при этом своего законного досуга не лишался. Я механик. Ты не механик. Ты ученый. Механики либо носят замасленные комбинезоны, либо разбрасывают вокруг себя газовые ключи. Да вы, я вижу, отлично в этом разбираетесь. Но ты же тоже узнал во мне солдаты из спецподразделения, верно? Тут все дело в правильном снаряжении. А река — это единственный путь к рекростанции. Есть еще вертолетная площадка, но она предназначена только для Индоса и его деловых партнеров. А по земле добраться можно? Там все заминировано. Заминировано? У успешных людей много врагов. А умные люди еще и экспертов по безопасности вроде меня привлекают. У Индоса есть частная армия? Да, лучшая из лучших. И самая дорогая. Надеюсь, на обеспечение безопасности реактора остается достаточно денег. Чего? Мы обеспечиваем безопасность реактора. Мы следим за тем, чтобы ни один экофундаменталист не пробрался на электростанцию и ничего не натворил. Экология хуже радиоактивности? Ты говоришь, как один из них. Вечно вам надо поспорить. Я всего лишь выполняю свою работу. Приятно вам провести время. Обязательно проведем. Брелок с открывашкой. Это кое о чем говорит. Он пьян. Интересно, он при этом как-то меняется или нет? Вы тут на выпивку играете? Ага. Хочешь присоединиться? Я хочу, чтобы вы протрезвели и помогли. Мы же помогаем. Мы помогаем. Смотри. Венесе вытягивает карту, а мы угадываем мастер. Если мы угадываем, он выпивает. А когда он выпьет достаточно много, мы украдем его одежду. Все просто. Как ваш план? У нас больше нет пива. А как результаты? 333 корабля лавировали, лавировали. Да не вы лавировали. 333 корабля лавировали, лавировали. Принеси нам еще пиво. И мы его сделаем. Так, громко говорит, не боится, что его охранник-то услышит. В таком состоянии далеко ты не зайдешь. Почему? А куда мне надо идти? Ты же собирался пойти на АЭС и написать про нас репортаж. А вы просто расскажите мне, что там произошло и все. Если живы останемся. Видишь, потому-то я так напиваюсь. У тебя все репортажи из вторых рук? Не все. Многое непосредственно из моих. Ты их что, выдумываешь? Почему я совершенно не удивлен? Я не мог продавать правду в ненадлежащей упаковке. Так что иногда древняя старушка превращается в знойную блондинку, а монах в маньяка-убийцу. А два пьяных вдрызг бездельника? Холмса и Ватсона. Можешь одолжить мне денег? А чего сразу это? Потому что ты был единственным, кто их разменял на вертолетной площадке. А, черт, попался. Вот, бери. Ни в чем себе не отказывай. Но сразу все не трать. Ага. Спасибо. Я не собираюсь больше терпеть это. Ха-ха-ха-ха. Уйдите от катера. Вам там нечего делать. Какой злой. Такая перспектива мне совсем не нравится. Извините, это ваш катер? Не твое дело. Могу я, тем не менее, задать вам вопрос? Нет. Убирайтесь. Это инструкция для пилота аэрокатера. Под названием стоит номер линии техподдержки. Надо его запомнить. На всякий случай. Какой от нее толк? Ее выбросить надо. К счастью, кто-то подумал о хранении в прохладном месте. Если через неделю мы еще будем живы, обязательно проставлюсь. Но только не этой бурдой. Шнур уходит за стену. Зачем, не знаю. Исполнительное устройство находится с другой стороны стены. Удерживает что-то с другой стороны. Тут дыра в стене. Можно смотреть охраннику в карты. Но поскольку сейчас они не играют, мне от этого никакой пользы. Удерживает что-то с другой стороны. Понятия не имею, что тут висит. А что это за шнур? Стран. При таком освещении у меня глаза горят. Колониальный гид. Потом, Бен. У меня сейчас нет времени. Пиво! Да! Отдай это Бенни. Потом продолжим игру. И доведем исполнение нашего плана до конца. Вот, можете продолжить игру. О, спасибо большое. Господа, продолжаем. Тут дыра в стене. Можно смотреть охраннику в карты. Если я еще не совсем ослеп, то это... Это бубна. Как ваш план? Он слишком коварный. Мышка мыла мишке шишки. Мало мыла дали мышке. Мышка мыла маму рамы. Мы его уже практически победили, но нам нужна громадная стратегия. Будет лучше, если за вас ее придумает кто-то другой. Как скажешь. Я не собираюсь больше терпеть это. Я же сказал, поговорим попозже. Сначала мне нужно спасти мир. Заметно. Что ж, посмотрим. Винт, гайка. Вот и все. Прекрасно. У меня есть идея. Я возьму табличку, согну ее так, чтобы в оба отверстия на концах можно было вставить винт, зафиксирую конструкцию гайкой, и у нас получится отличная самодельная струбцина. Неплохо. Продолжение следует... Я начинаю к ней привыкать. Фэй? Что? Повтори, что мне нужно сделать? Найди способ пробраться на АЭС. На джипе мы дальше не проедем. Хорошо. Тогда я подойду, когда все будет готово. Хорошо. Как твой кашель? Лучше. И кровь больше не идет. Когда мы спасем водоросль, тебе обязательно нужно будет показаться врачом. Да, да. До скорого. Здесь обозначен тип, катера. Амазон Багги Си-600. Смотрите, инструменты. И что? Я механик. Специалист по аэрокатерам. Можно мне взглянуть на ваш катер? Ну и что? А если у кого-то в руках Библия, он что, папа римский? Скажите для начала, какой мотор тут стоит? А откуда мне знаки, если вы меня на борт не пускаете? У всех наших катеров моторы одинаковые. Видели один, знаете про все. А вы, очевидно, не видели ни одного. А теперь оставьте уже меня в покое. Так, значит, нам надо узнать модель этого катера, модель двигателя. Позвонив в техподдержку. Этого хватит на звонок? Конечно. Этого хватит на несколько звонков. Считай, все равно оплачивает Эмилио Индес. А за что я тогда платил? Сервисный сбор. Ненавижу горячие линии. Ну, что поделать? Компания «Транспортные катера и производство». У меня есть вопрос про один из ваших моторов. Какой у вас тип катера? Речь идет об Амазон Баге Сир-600. О каком моторе идет речь? Боюсь, я забыл его название. Тогда найдите его. На наших моторах всегда стоит название. До свидания. Компания «Транспортные»? Да, речь идет... Извини, о каком моторе? Это обычный серийный мотор. Минуточку. Вы говорите про «Трифтер Титти Экс»? Да, именно. Большое спасибо. Всего хорошего. Ам... До свидания. Теперь мы знаем название моторов. Если вы настоящий механик, вы должны знать, какой мотор у нас стоит. Вы используете «Трифтер Титти Экс». Верно. Итак, я доказал, что я механик. Что же у вас произошло? Выхлопная труба забита. Хвост ветродвигателя сломан. И бензопровод протекает. Понятно. Я думал, вы специалист по аэрокатерам. И что? Тогда вам и инструкция по применению не нужна. Бензиновый шланг валяется на полу. Ветряной руль полностью уничтожен. Кажется, там внутри что-то застряло. У меня рука слишком толстая. С помощью антенны я только расковыряю грязь, но не смогу вытащить ее оттуда. Аэрокатер. Это может стать нашим входным билетом на электростанцию. Надеюсь, получится. Ха. Струбцина удерживает наконечник. Решение недолговечное, но пока и этого хватит. Брезент сидит как влитой. Теперь нужно его только закрепить. Степлером, наверное. Ха. Наконец-то не нужно ломать голову и нелепо импровизировать. Есть брезент, есть степлер. И дело сделано. Так и должно быть. Хм. Может быть, хоть на что-то сгодится. Наконец-то попался рыболовный крючок, от которого есть какой-то толк. Ага. Так вот, в чем проблема. В выхлопную трубу залезла змея. А-а-а-а. Она дохлая? Этого она наверняка не пережила. А что, вы змей боитесь? Возьмите эту зверушку и выбросьте подальше. А большего вам знать не обязательно. Хм. В чем дело? С выхлопной трубой все в порядке. Я знаю. Я все видел. Только держите от меня эту штуку подальше. Змей терпеть не могу. Простите. Я заменил и закрепил руль. И так все вижу. Не слепой. Неужели не скучно стоять тут целый день и наблюдать за работой профессионалов? Это моя работа. Самое интересное начинается, когда профессионалы начинают делать то, что мне не нравится. Я так рад, что у нас наладилось сотрудничество. Само собой. Я сделал из винта и жестянки струбцину и зафиксировал ей насадку. Должно держаться. Мне все равно, как вы это сделали. Главный результат. Я закончил. Хорошо. А пассажиров до АЭС берете? Нет. А как мне тогда туда попасть? Каждый должен сам справляться со своими проблемами. Придумайте что-нибудь. Хорошо. Катер полностью отремонтирован. Тогда вам здесь больше делать нечего. Не за что. Был рад вам помочь. Вы не хотите открыть еще бутылку? Сейчас. Мне нужно подумать. Всему свое время. Открыть вам пиво? О, это было бы прекрасно. Возьми открывашку на моем брелоке. Позволите? Конечно, мистер. Но не забудь вернуть. А, я понял. Сейчас положим туда-обратно другие ключи. Вот. Настоящий ключ, пожалуйста. И сработало. Просто положи на стол. Это черва. Я же сказал, поговорим. По-позже. Сначала мне нужно спасти мир. Заметно. Итак, пика, бубна или трефа? Ничто из перечисленного. Черт. Неправильно. Ты пьешь. Почему? Это бубна. Это черв. Неправильно. Ты пьешь. Это бубна. Ну и что же? Какая масть у меня сейчас? Это имеет какое-то отношение к зеркалам? Отсутствие ответа – это тоже ответ. Ты пьешь. Кажется, что-то опрокинулось. С другой стороны что-то шевельнулось. Да, интересно, что. Ага, упал. Упало зеркало. Ясно. Так мы будем подавать знаки. Это будет черва, это пики. Видимо, это буби, а это треф. Это черва. Серва, да? А это нижняя самая. А что это за... Итак, пика, бубна или трефа? Пика? Неправильно. Ты пьешь. Это бубна. Ну, и что скажешь? А, ну, бубна? Точно. Я пью. Хе-хе. Мы молодцы. Это пика. Пика, 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 пика. А, нижняя, да. Это пика. Точно. Я пью. Это черва. Черва верхняя, помню. Это черва. Точно. Я пью. Теперь охранник достаточно пьян. Ура. Мы напоили человека. Фортуна оставила вас? Нет. За сигаретами просто отошла. Что за идиотский вопрос? Не стоит так грубить. Вот как? Отец, не вмешивайся в нашу игру. Мы с вами отлично справляемся. Как скажешь. Открыть вам пиво? О, это было бы... Возьми. Позволите? Эй. Успокойтесь. Я просто хочу открыть вам пиво. А? Ну, ладно. Но без фокуса. Теперь, когда он пьяный, он, наверное, не заметит, что ключи другие. Вот. Ваши ключи. Следующий раунд будет за мной. Я просто положу их на стол. С этим все. Бент Свенсон не умер. Он со мной. Я просто передаю, что говорят охранники. Бент Свенсон мертв, а Водоросль стала историей. Это совсем не так. У Индоса есть еще один образец. Мы прибыли, чтобы его спасти. Ох, Фэй. Ты со своими пламями. Почему ты все еще веришь, что этот Свенсон может на что-то повлиять? Потому что я хочу верить. Проснись, наконец. Мечтательница. Мир добрыми намерениями не спасти. Только бескомпромиссными действиями. Когда-нибудь ты просто превратишься в парк. И никто больше не узнает, кто ты, откуда ты, зачем ты здесь была. Но меня завтра тоже никто не вспомнит. Но я хотя бы подарю миру будущее. Держись подальше от электростанции. Жди нас. Поздно. Я только что обнаружил черный ход. Удачи, Фэй. Конец связи. Сальвадор! Сальвадор, ответь! У нас есть катер. О, Бен, отлично! Нам нужно выдвигаться немедленно. Сальвадор пытается проникнуть на АЭС самостоятельно. А это плохо? Ты его не знаешь. Он всех там поубивает. Каждого, кто встанет у него на пути. В том числе и водоросль. Где лодка? А вот и лодка. Пойдем. И в этом заключается твой план? Это было только начало. Смотри и учись. И... Опа! Бегите! Разбегайтесь! Быстрее, Вэнд, в катер! Не бойся! Мы справимся! А? Я говорю, не бойся! Если мир и рухнет, то не сегодня! Я говорю, не бойся! Здорово! Мы дошли до восьмой главы. План Феникс. Называется она Это должно быть где-то здесь На другой стороне реки пеленгуется рация Сальвадора Когда, вы сказали, произошла катастрофа на реакторе? Сегодня вечером, пора действовать Ура! Спасибо за просмотр, дорогие друзья На этом пока все До завтра Или еще до конца Пока Субтитры сделал DimaTorzok